Если в ближайшее окружение родственники живут в страсти, это означает, что вы наказаны с прошлой жизни вот таким отношением. Ну, понимаете, вы, допустим, узнали о том, что есть благостная жизнь. Но все ваши родственники живут в страсти, это означает, что они олицетворяют все вашу судьбу, ваше прошлое. И вам надо Богу доказать ещё, что вы хотите к Нему. Как вы будете доказывать? Вы просто честно и смиренно рядом с ними живёте в благости. Ясно, что им это будет непонятно. Они будут чувствовать себя немножко не в своей тарелке рядом с вами. Но потом они постепенно увидят, что вы правы, а они не правы. И они начнут меняться со временем. Родственникам можно доказать что-то только своей жизнью и своей судьбой. Никак их трогать и мучить не надо. Если вы начнёте нажимать на родственников, будет противоположный результат. Они не приближатся к этой жизни, а удалятся от неё наоборот. Лучше их не трогайте и просто счастливо живите рядом с ними. И они просто по вашему примеру будут наполняться от вас знанием. У меня, допустим, дочка, я её никогда не принуждал к духовной жизни. Пришло время, в какой-то момент она заинтересовалась парнями, начала краситься и всё прочее, и забыла про молитвы, про всё прочее. Я не стал её трогать совсем. Я просто помогал ей жить так, как она живёт. И в какой-то момент она захотела съездить на фестиваль «Благость» ко мне. Я говорю, ну давай съездим, доченька, съезди на фестиваль «Благость». Она съездила на фестиваль «Благость», начала слушать мои лекции, любилась в мои лекции, начала слушать лекции, она ей так всё понравилась. Она говорит, я хочу так жить. Её хватило месяца на четыре, наверное. А потом опять молодой человек, там туда-сюда. И потом он её бросил. И она как бы говорит, папа, что делать? Я говорю, заниматься духовной практикой. И всё, она решила заниматься духовной практикой. Серьёзно. Почему? Потому что приходит время, все занимаются духовной практикой, кто рядом. Даже самые близкие родственники. У меня собачка даже была, собачка, понимаете? Она родилась, у неё вот у вайшнавов как бы знак вишну на лбу вот так ставится. Такие две полосы и соединяются вместе. Вот. И эта собачка, она с самого рождения вот этот знак вишну имела вот здесь. Она родилась у нас, и как бы у ней вот это вот белое такое, знак вишну такой. Вот. И она, мы её щенком взяли, и она, ну где-то такой уже подросшийся щенок. И она первое, что сделала, она как бы очень была благочестивая и преданная своим хозяевам. Она почувствовала нас своими хозяевами, поэтому она загрызла двух соседских гусей и принесла нам две эти головы гусей и бросила перед ногами вот так вот. Докшину. Ну, только первые дни только у нас появилась как бы, бросила нам, ну как бы пожертвования перед ногами. Мы её посадили на цепь в результате и начали кормить освященной пищей. Кормили где-то два месяца и смотрели, наблюдали за ней. Постепенно её сознание начало меняться. Она стала очень благостной. Начала вилять хвостом перед теми, кто хорошую жизнь ведёт. А кто ведёт плохую, она рычала на них. Ну, то есть у ней появилось понимание вещей правильное. После этого мы заметили один знак, который заставил нас отвязать её с цепи. А было дело так. Было позднее как бы осень, холодно. И мы увидели, что кошка наша, которая боялась эту собаку всё время, потому что меж кошки с собаками всегда грызутся, она ходила в эту будку спать на собаке, потому что там теплее. И мы заметили, что собака ела освященную пищу только после кошки. Сначала кошка кушала, а потом собака начинала есть. А потом начались другие собаки приходить, и она их кормила освященной пищей. А потом, когда весной мы отвязали эту собаку, и когда весной гуси начали ходить возле этого дома, то она лежала среди этих гусей, и они ходили по ней. Даже у собаки собзнание меняется, когда она ест освященную пищу. Почему вы думаете, что если вы своих родственников не будете кормить освященной пищей, их сознание не поменяется? Не трогайте их, просто освящайте пищу, кормите, молитесь за них, и их жизнь поменяется. Нужно где-то года два на это всё. Через два года всё поменяется в ваших макаружениях. Есть два понятия освящения пищи. Первое — освящение пищи во время приготовления. Вы молитесь, готовя пищу, молитесь, думаете о Боге. Это уже значит, что вы её осветили. Но если вы хотите ещё гарантии, тогда возьмите просто эту пищу и перед ней помолитесь, поставив над ней изображение или Бога, или святого человека, или святого места. И мысленно кланяясь этому святому месту, надо думать о том, чтобы эта пища была освящена. Всё, она будет освящена. И эта пища настолько сильно влияет на сознание, что жизнь человека меняется просто от того, что он ест эту пищу. Представляете, какая сила? Люди меняются. У меня отец, настолько у него было атеистическое сознание, что когда мать ему, он в больницу попал, он болел. Мать ему начала готовить пищу освященную, и он её не ел. Она приносила, он говорит, я это есть не буду. Тогда она провела эксперимент. Она приносила ему половину освященной пищи, а половину неосвященной. Он всю неосвященную съедал, а освященную говорит, я есть, то есть не буду. Но мы его победили. Приехала жена, напекла пирожки. Ну а, ну как бы, понимаете, как бы, ну отец всегда больше любит, ну как бы, жену сына, чем свою жену. Она напекла ему пирожки освященные, и он их слопал. И после этого начал есть освященную пищу, чтобы все его пробило. А потом он раскаялся, что пил всю жизнь. Плакал, раскаивался. Говорил, я прожил жизнь неправильно. Пробивает любого человека, любого, кого угодно.